Я еще так туго-туго себя помню. Еще был Зенит, еще был Гелиос. Это, наверное, лет пять, помогло шесть. Потом долгий перерыв как-то. И где-то, наверное, в 2000 году я купил первую цифровую камеру. И с 2000 года вот как-то так шло-шло-шло-шло-шло. Ну и пришло, как говорится, к своему знаменателю. Название у нее на грани выбора. Ну, тут как бы своеобразная лодка и две стороны существуют. То есть вообще это, скажем так, была такая мысль у меня, когда там выборы были, да, президента. Ну, я появился такой, я просто ее визуализировал именно вот так. То есть понимать ее, ну, кто-то понял из обсуждений, да, кто-то не понял. Ну, невозможно вот четко, да, сказать, допустим, что, там, грубо говоря, эта бутылка газировки стоит ровно столько. Потому что она действительно стоит ровно столько. У нее есть акциз определенный и так далее. Здесь каждый человек, допустим, видит что-то свое. Потому что я не берусь говорить, кто это сказал. То, что, как художник, не обязан объяснять, не должен даже объяснять. В любом случае все вот эти моменты, они перекликаются с социальной нашей ячейкой, так скажем. Если это можно назвать. То есть это все окружающий мир. Может, кто-то что-то там увидел в черном. Ну, вот некоторые тут флаг увидели. То есть и уморили мы по этому поводу там с товарищами. Но, тем не менее, если картинка трогает, пусть живет. Замысел удышь. Если говорить о конкурсных работах, то, естественно, я для этого работал, для конкурса, естественно. Но, опять же, если говорить о том, как я к этому пришел, к этим работам, то, ну, врать я не буду, это появляется само собой. То есть, опять же, взял где-то что-то в руку, там, на работе, кто меня знает, там, то в войск принесет какой-нибудь, какого-то там, я не знаю, 37-го года кованый, красивейший, там, и ключ. У меня есть вот такой вот, от каких-то откопали, вот, вот такенный ключ от ворот. Я не знаю, какого купца. Ну, у нас вот достаточно много такого. У нас же древний город. Вот. И, то есть, это вот таком, на барахолку, там, на блошиный рынок бывает, выхожу. Там тоже попадаются интересные вещи. Вот, уже вописные, так скажем. Ну, вот так, вот граненый стакан советский не так давно нашел все-таки. Было достаточно сложно найти настоящее. Во-первых, мне нравится само то, что они слушаются. Ну, ее поставить. Да, поставить. Они никуда не торопятся. Протер они, как говорится, стали, поставил на место, они стоят. Не нужно с ними, как бы, заставлять что-то их делать. В принципе, они... Изображаются. Да, они сами ставятся, сами по себе. Что касается натюрмортов, то они как-то сами по себе ставятся. Большинство из них. Это делалось для друга. Он оформлял там свое заведение. Тут очень важно понять, что человек хочет. Потому что он все хочет. Вот он хочет все совершенно. Вот он и лимон, и апельсин, и череп бедного Йорика, и сигару, и Черчилля. И все хочет. То есть это тоже без всякой обработки, да? Без, без, без. Это без. Ничего не дорисовано, никаких нет украшательств. А ты смотри, здесь дым есть. То есть вы его сразу видели, этот дым? Или вы потом уже все поставили, и потом его дыма не хватает? Нет, там несколько вариантов было. Потому что, ну, там, как бы сигарету не хотел я в кадр или что-то. Но, опять же, в некоторых заведениях, ну, там, барах, там, ресторанах, допустим, в некоторых государствах можно курить. Вот здесь два, здесь два сутбокса. Вот их можно прочитать. Ну, это стрип с этой стороны стоит, а это стоит с той стороны. То есть, если верхний левый угол, так скажем, да? Ну, и кое-какие отражатели. С естественным освещением это же? Конечно. Естественное освещение в меня в последнее время большинство. Вот. Это естественное освещение, это просто обычное окно с кое-какими моментами. Это обычное окно на кухне, там ничего такого, как бы. То есть, отражатели, естественно, зеркальца. Приспособление. Да, это творческий фи... Это фотошоп. Вот это и есть тот фотошоп, который я использую. То есть, для того, чтобы края убрать, да, там, размыть немножечко, подобавить им цвет, а то немножечко, он такой, голубенько, оранжевенький. Вот. Тоже все это специально, конечно. Пакеты разные. Пофильтры. Да, да, да. Вот. И, то бишь, фигурно вырезается как-нибудь. То есть, это все, опять же, вот эти, понятно, что здесь нет геометрии никакой. Это так, берется ножом, тыкается. Но в итоге получаются просто, ну, скажем так, неординарные вещи. Применять какие-то дополнительные средства программные, когда и так все лежит на поверхности. И снять изначально это, это даже, ну, за себя, что ли, ты как-то должен быть горд. Да, чтобы раз у тебя... И можно, как говорится, с камеры картинку смело отдавать, и она приносит кому-то удовольствие. Есть ли желание продолжать участвовать в каких-то конкурсах профессиональных, и для чего вы это делаете? Да, конечно, желание есть, и уже участвуются в новой премии 35 Awards. Чтобы себе понять, это первое. То есть, не зря ли ты держишь устройство это в руках? Почему 35 Awards? Потому что, ну, там просто так ничего не получится. То есть, обмануть тоже ничего не получится. Кто оценивает картины, кто оценивает фотографии? Конечно, зрители. Конечно, основная совокупность, более схематичная, это, естественно, на таких, такого рода премии. Потому что там, естественно, голосуют зрители. При первую очередь голосуют зрители. И, естественно, жюри, которая состоит там, ну, пускай 15-20 человек, они вот эти вот сотни тысяч фотографий не в силах сами просмотреть. Все равно не ориентируются на зрителя. Продолжение следует...